Прибыли в наш регион, чтобы повлиять на отношение к природе представителей крупных заповедников со всей страны. У нас они проведут несколько дней в компании со школьниками. Какова программа пребывания, знает Надежда Казакова. Построить что угодно за полчаса без особых усилий могут эти школьники. Для этого им нужны всего-то несколько брусков да пара мотков прочной веревки. Настя Гаврилова вместе со своей командой создает сегодня электростанцию, которая будет работать в гармонии с природой. Конечно, это лишь макет, но важно понять экологическую составляющую задания. И солнечная и ветровая станции, они не несут никакого урона окружающей среды. Они работают на тех источниках энергии, которые есть абсолютно всегда. И которые никаким образом не закончатся у нас. И, собственно говоря, вреде окружающей среды не будет причинено. Учатся жить и работать без вреда для природы сегодня более 150 ребят. Это школьники из разных уголков Иркутской области и Красноярского края. Все они участники уже ставшей традиционной экологической смены в лагере «Сердце Байкала». Но в этом году она стала особенной. Впервые дети имеют возможность пообщаться с представителями сразу 10 крупнейших заповедников страны. Из первых уст ребята всего за неделю узнали историю знаменитых красноярских столбов, постигли особенности наблюдения за амурским тигром, выяснили, почему русские князья так любили охотиться на Кавказе. Но главным итогом стало другое. Школьники приняли участие в разработке маршрутов для новых экспедиций в заповедниках. Одна из функций заповедника – это экопросветительская работа. В таких формах она наиболее интересна, актуальна и полезна для всех, и для населения, и для подрастающего поколения. Практически уже готовую программу подобной экспедиции. Пусть не лагеря, конечно, на несколько дней долгосрочную, но программу на 3-5 дней для хорошей экспедиции, продуктивной, позитивной – это уже можно взять. Не просто взять на вооружение, а внедрить. Эти маршруты планируют уже через год, и это станет частью масштабного общероссийского проекта в честь столетия заповедной системы России. Идея принадлежит компании «Н-Плюс Групп». Главная задача – показать, что природа и бизнес сегодня могут мирно сосуществовать и приносить друг другу пользу. Проект уже активно поддержали общественные организации. Такие фонды, как «Вольное дело Олега Дерипаска» и «Страна заповедная». Особый акцент будет сделан на экологическое воспитание детей. Мы показываем детям, как могут сосуществовать вместе и заповедники, и производство. Как бережно относиться к природе, но при всем при этом мы же не можем остановить производство. То есть прогресс, надо развиваться. Но при этом нужно беречь природу. Эту аксиому уже усвоили и применили на практике участники эколагеря. Всего час совместных усилий, и благодаря ребятам исчезает огромная свалка на берегу Байкала. Эта уборка стала частью Всероссийского экологического волонтерского марафона 360 минут. С этого года он проходит не только в Иркутской области, но еще в четырех регионах страны. И присоединиться к битве за чистоту родного края может каждый. Надежда Казакова, Сергей Полянский. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова